Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Наш сегодняшний выпуск посвящен отчету главы муниципального образования город-курорт Анапы Сергея Сергеева за прошедший год. Полный текст доклада мы разместим в ленте информационного агентства Анапы-регион. А о наиболее интересных моментах этого, бесспорно, одного из главных событий года для курорта в нашем специальном репортаже. В городском театре «Аншлаг» в зале нет свободных мест. Сегодня здесь наиболее активная часть населения – представители общественных организаций, территориального самоуправления, да и просто те, кому не безразлично будущее Анапы. В докладе главы несколько разделов – ЖКХ, сельское хозяйство, строительство – больше десятка направлений. Однако, одно из основных для нашего города – развитие курортно-туристского комплекса. Это основа для пополнения бюджета, а значит, для финансирования социальных программ. И здесь, по мнению Сергея Сергеева, есть резерв. В Анапе почти 5000 хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по предоставлению жилья для кратковременного проживания. В их числе 3607 индивидуальных предпринимателей. Поступления налоговых платежей от которых в 2015 году составили без малого 120 миллионов рублей. У этой цифры есть резерв. Поэтому работу мобильных групп по пресечению незаконной предпринимательской деятельности при даче жилья в наем необходимо усилить. Выявлен всего 21 субъект предпринимательской деятельности, не состоящий на учете. Особое место в докладе – совместная работа с казачеством. Это не только охрана правопорядка. А сегодня улицы Анапы совместно с полицией патрулируют почти сотни казаков. Но и серьезная работа с молодежью. В 10 школах муниципального образования действует 31 казачий класс, в котором обучается 731 кадет. За каждым классом закреплен казак-наставник. В классах казачьей направленности работают кружки по традициям и истории кубанского казачества, основу православной культуры. В 2015 году в крае проведена работа по созданию 1-й Таманской казачьей дивизии. И мы гордимся тем, что ее основой и основной единицей является полк Анапского РКО. У вас очень сильный, мощный, добрый такой атаман. Плотников Валерий, он здесь находится, поэтому я горжусь тем, что у вас такой атаман. Из уст вице-губернатора – это высшая похвала и самая объективная оценка. Николай Далуда – атаман кубанского казачьего войска. В правительстве края он в том числе курирует спорт. На днях в федеральном министерстве подвели итог за прошлый год. Кубань вошла в пятерку лучших регионов по развитию физкультуры и спорта. И здесь Анапе есть чем гордиться. Именно таким городам, по мнению Николая Далуды, нужно помогать. При предыдущей администрации, оказывается, у Анапы мог появиться свой ледовый дворец, если бы руководитель был порасторопней. Но, к сожалению, команда, которая была до Сергея Павловича, я их тащил за уши. За уши эту женщину, руководителя вашего, тащил. Берите, пока были у нас деньги, пока были возможности. Берите, стройте, давайте проект. Возможность такая была, но, увы, не удалось мне это сделать. Наверное, все-таки я виноват в том, что не обратился к горсовету. Надо было к горсовету обратиться. Наверное, вы бы ее поставили на место. Давай, потому что для города Анапы это был действительно хороший спортивный комплекс. Насчет земли под ледовый дворец, она у нас выделена в конце 2014 года, перед Роснефтьевской заправкой по Симферопольскому шоссе. От заправки, если отсюда ехать, по этой же стороне, ну, буквально полкилометра, метров 700, и там большой участок, больше электро. И целевка для строительства спортивного комплекса в этой земле. Именно под ледовый она и выделилась. Так что мы готовы. В 2017 году, заверил вице-губернатор края, строительство начнется. Отчет главы постепенно поменял вектор. Спикеры уже не столько обсуждали сделанное, здесь вопросов не возникало, цифры и факты говорили сами за себя. Сколько говорили о будущем Анапы. По мнению депутата Государственной Думы, который представляет нашу территорию, город нуждается в крупных инвестпроектах. Только подходить к этому, по мнению Ивана Демченко, необходимо продуманно. Настолько специфичный наш курорт здесь, и настолько здесь должна быть индивидуальный подход и специфичная такая промышленность. Поскольку регион энергодефицитный, может быть первоначально посмотреть не строительство ТЭЦ, допустим, здесь, по выработке тепла и электроэнергии, а возможно строительство, как Барселония, огромной поляной солнечных батареек. Понимаете, в чем? С мощностью до 100 мегалов. И мы уже частично эти вопросы закроем. Если солнечные батареи все-таки проект ближайшего будущего, то обещание депутата навести порядок с Анапским ЗАГСом – дело нескольких месяцев. Иван Демченко намерен построить новый дворец бракосочетания до конца года. Совместно договорились и напомнить бизнесу о социальной ответственности. За возведением квадратных метров жилья нельзя забывать об инфраструктуре. Это нужно вменить в обязанности застройщику, особенно если это касается детей. Сегодня же новые места в детских садах – заслуга исключительно действующей администрации. Показатели очень хорошие. И я не буду приводить цифры. Они сегодня звучали много. Но все-таки одну приведу. Когда стала задача решить вопрос очереди в детские и дошкольные учреждения, только в 2015 году было введено 940 мест. Можете представить, сколько это было сделано, какой объем, если пересчитать на средний садик 160 мест. Можете себе представить, какая была проведена просто огромная работа. Выступающие не раз озвучивали с трибуны показатели роста. За этими цифрами – то, что называется благополучием жителей. Формула успеха Сергея Сергеева довольно проста. За любым управленческим решением должно быть главное – как оно сделает жизнь человека лучше. Нам не нужна экономика ради экономики, ради положительной статистики либо рейтингов. Самое главное – это люди. Власть работает для людей, для повышения качества жизни населения, для создания комфортных условий для каждого жителя нашего города. В непростых экономических условиях Краснодарский край занимает лидирующие позиции в стране. А руководитель Кубани Вениамин Кондратьев вошел в число самых эффективных губернаторов в России. Подобные рейтинги есть и внутри региона. И в них позиции главы Анапы весьма высоки. Об этом говорит и доклад сегодня Сергея Павловича Сергеева, который тоже и по оценке Николая Саныча и администрации края, и по оценке законодательного собрания края является одним из наиболее эффективных управленцев среди всех 44 глав муниципальных образований. Итог голосования единогласно признает работу главы удовлетворительной. Черту подвел заместитель губернатора края. Сергеев молодец, его команда молодцы, депутатский корпус, вот, так держать, молодцы, так держать. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». На этом я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит трансляция фильма об итогах работы администрации Анапы за прошедший год 2015-й достойной победы. Этот фильм мы также разместим на информационном портале нашей телерадиокомпании.